Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и рада приветствовать вас на своем канале. Недавно я показывала ролик, где пикировала помидоры и сказала, что 3 кустика отдам папе, остальное возьму себе. Меня, правда, культурно, тактично, с юморком ВКонтакте, а не под ссылкой, вернее, под видео, ссылку на который я оставлю, спросили, а почему так мало папе? То есть себе там в районе 10, папе только 3. Объясняю, потому что у папы уже целое огородище на окне. Сейчас, чтобы не освечивало, я покажу. Так, значит, эти томаты, они остались сезона 2016 года. Если я свои в сентябре или в августе выбросила, то папа оставил несколько материнских кустов. И когда папа отрезал? В январе. В январе сделал срезы черенков, это, наверное, черенкование называется. И вот сейчас, а какого января, спрашивать будут? Ну, третьего, что ли. Третьего. После Нового года сразу про пьянство, третьего. Понятно. Как про пьянство после Нового года сразу, значит, там ведь вот не все его понимают. Протрезвел после Нового года и сразу стал заниматься посадкой. И получается, прошло январь, февраль и вот середина марта, да? Нончик какой у нас? 18-й. Значит, у нас что уже творится? Черенки цветут. Во-первых, вот они, бутончики. Надеюсь, видно. Трогать-то можно ваше растение? Конечно. Вот здесь еще цветут. И уже есть плоды. Сейчас покажем другие кустики. Так, вот еще один черенок, который в январе был маленьким. Он сколько сантиметров-то? Да кто знает. 7, 8, 10. Просто хорош такой череночек, да. Вот уже и цветут, и плоды дают. Где-то там, сейчас подлезу, что ли, есть уже большая помидорина, да не одна. Краснеет, это изолента, это не помидоры. Покрасневшие мы сейчас покажем. Вот еще пипочка, тоже здесь уже плодик. И сейчас мы покажем... Так, это второй кустик. Моим до твоих далеко. И сейчас мы покажем гордость нашего огорода. Давай попу. Так, ну вот и гордость нашего огорода. Покрасневшие томаты. Папа, почему у него покрасневшие, а других нет еще? Ну я даже не знаю, они как вырастут, так и стоят. У батареи стоят. А этот был у батареи? Да. У батареи был. Типа, самый... Чуваку повезло вот этому кустику, да? Вот. А почему вот это не кушаете? Это уже пора. Ну пора. Для съемок берег. Завхоз не дает распоряжения. Завхоз. У нас завхоз есть, который у чего-то строго ведет. Это мама, да? Да, конечно. Так, значит, вот цветут. Если я сейчас чем-то тебе поломаю, уж пропорду. Ничего, ничего. Вот. Здесь вот еще у нас цвести будут. Но эти давай, это самое. Сейчас в салат бросим. Чего это ждать-то? Ага. Так что вот такие огородные дела у нас. И все малявки, которые я принесла, сейчас покажу. Ну вот эти вот малявочки, которые мы только сегодня посадили, они в середине февраля были семечки сажены. Поэтому я таких вот только три штучки. Потому что у папы уже очень много серьезных кустиков. Но тем не менее он не отказывается. От этих будем ставить эксперимент, да? На каких будет в июле, в августе больше. Вот. Так что они тоже такие прям здоровенькие, красивенькие, хорошенькие. Вот, пап, ну еще им скажи моим подписчикам, зрителям. А что я могу сказать? Как созреют? Пойду в магазин, в ликер водочный, закуска будет. Так, ну пожелай хоть урожаев хороших. А мне так лучше. Я принесу, например, 150 себе, 20 сюда полью. Все червяки, все гибнут, и они здоровые становятся. Это секрет, ты свой урожай рассказываешь. А вот и сейчас правда. Так, папа у меня юморист. Темы нравятся. Так, ну пожелай хоть хороших урожаев, ей богу, без юмора. Желаем хорошего урожая. Сейчас давай на помидорках пожелаем. Так, ну вот на фоне все-таки томатиков, мы нашли еще один красный у себя, оказывается, четвертый. На фоне томатиков пожелаем всех хорошего урожая. И покажем сейчас те помидорки, которые не комнатные, а которые будут на улице, да? В теплице, да. Сыну отдадим. Сыну отдадим. Он лентяй. Так, не вы слышали, что он лентяй. Еще раз расскажи. Итак, это для сына. Простим сыну в теплице. Который лентяй. Да, он лентяй. Нет, просто он знает, что вы вырастите лучше. А урожай он нам приносит. Что не куст, то ведро. Это короче коры сплошная, да? Да, да, да. Тут 40 штук, 40 ведер, он помидор должен привезти к нам. Так, а вы делите все на двое, вычитаете 10, и тогда получится информация. А как сорт называется? Сорт как называется томатиков? Я не знаю, как сорт, но они черные. На вид нехорошие, но до того вкусные. А в разрезе красные. Да, 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 внутри красные. А нет, черные так. Цыганские называются. А в зале на подоконнике в отдельных горшочках пойдем покажем. То же самое. Так, вот сейчас пошла. Так, это вот еще те же самые томатики, только в отдельной посуденке. Это снахи. Тоже лентяйки? Она заботлива. А, она заботлива, понятно. Видишь, как хорошо. Простынута лентя, снаха заботлива. Вот так. Так должно и быть. Когда у меня будет огород и дача, я буду. Ну, красавцы, конечно, умнички. Они с чем? О, трудно-то поди, нет, ничто, да? Им? Да. Шесть дней. Шесть дней до его, для шести дней. Они прям умнички, разумнички. Вот ушки. Так что вот так. У нас еще прям снег-снежок. У нас нет рабочих историй.